Начну я с того, что, наверное, все присутствующие здесь бывали в районе 4-го километра, в районе бывшей столовой, в просторечии называемой мавзолеем. Если встать возле мавзолея и посмотреть в сторону собора, то чуть левее, на подборной стенке под гастрономом, мы увидим портрет, мы увидим граффити с портретом. Вот с этим вот портретом. Посмотрите, возможно, все, думаю, что все мы его видели. Создатели этого граффити нашли просто красивую фотографию северянина в интернете и нарисовали, зарисовали стенку, получилось замечательно получилось, в самом деле. А когда я увидел это, я был совершенно потрясен, потому что так случилось, что я был знаком, не просто был знаком, мой старший товарищ, автор вот этого фотоальбома, Моиселя Виктор Загуменов, который много раз приезжал на Камчатку, он целенаправленно снимал, будет северный фотоальбом, фото журналист и фотограф, документалист, автор ряда фотоальбомов, лауреат ремиевого пресс-фото, и целый раздел фотоальбома Моиселя посвящен вот этому человеку. Собственно говоря, какое отношение это имеет к сборнику «Военные годы в этом месте?» Самое прямое. На этой фотографии и, соответственно, вот сейчас на граффити или на мурале, как это принято называть сейчас, изображен Гаврила Никифоровна, очень активный участник Трудового фронта, Камчатского Трудового фронта времен мурины. Вот я открываю книгу, читаю выдержку из публикации в газете «Знамя Сталина» 11 февраля 1944 года. Много лет занимается охотой Никифоровна Гаврила Ивановича. Ее национальное имя – Катуту. В дни Отечественной войны Катуту стал охотиться еще лучше. Он из квартала в квартал перевыполняет свой план, за что недавно был награжден грамотой Карабинского райкового КПБ Желесполкова. За 15 января Катуту у промышлен 4 лисицы, 1 Росомаку, 15 зайцев, 5 Горностаев и 1 Выдругу. Ну или еще одна публикация об этом же человеке – та же самая газета. «Знамя Сталина» – это уже первомайское номер 1944 года. Отзывчивых, я считаю, фрагментом просто. Отзывчив Гаврил Иванович на нужды фронта. Во всех мероприятиях по оказанию помощи фронту, родине, он принимает активное участие. Только на строительство эскадрильи Камчатка фронту охотник внес 1000 рублей и 9 рублей. Когда вы будете еще раз проходить в том районе, проезжать в том районе, обратите еще раз внимание на вот этот вот портрет. На вот этот вот портрет. Это Гаврил Иванович Никифоров, активный участник Трудового фронта из Городинского района. Ну теперь немного расскажу вот об этой самой книге, об этом сборнике. В принципе, подобные сборники не на вы. Сама тема «Что-то там в газетной строке» уже не один раз использована, не один раз обработана, в том числе и нами. Потому что мы уже выпускали здесь в свет книги «Заповедная Камчатка» в газетной строке, «Ебезовский район» в газетной строке. Значит, если мы говорим о Камчатке в годы войны, то у этого сборника есть два предшественника. Первый предшественник – это сборник Камчатской области в годы Великой Засицын. Сборник, вышедший в 1975 году, который используется как основной источник, к сожалению, сборник, надо сказать, неудачный и недобросовестно составленный. И второй предшественник вот этого издания – совершенно замечательное издание, вышедшее в 2010 году – «Камчатская область. В годы Великой Отечественной и Второй мировой войны». Этот сборник выпустили государственный архив Камчатского края, Камчатская краево-научная библиотека и университет имени Беринга. Но отличие вот этих вот упомянутых мною двух предшественников, двух сборников, фактами в книге, то, что они содержат не только газетные публикации, но и различного рода документы. И целевая аудитория этих сборников, в первую очередь, исследователи и серьезные крылья. А мы поставили жену целью сделать книгу, сделать сбор, который был бы интересен всем, всем простым читателям, от школьников до немолодых людей. Вот Наталья Валентиновна уже сказала о том, сколько газет было обработано. Да, действительно, все эти газеты были обработаны. В процессе составления материала, подбора материала, самую большую трудность составляла не подбор материала, а сокращение уже выбранного. Потому что материал настолько интересен, материал настолько интересен, фактически материал суда, что можно было бы делать несколько из других вот изданий. Причем, за бортом этого издания остались еще и многотиражные газеты рыбокомбинатов, а на каждом большом рыбокомбинате была своя газета. И госпромхозовская газета, и госпромхозовская газета, и газета на самом деле выходила гораздо больше десяти, используемых здесь. Ну и, конечно, вот мы постарались в этом сборнике охватить не только работу камчатцы в помощь фронту. Мы постарались показать их повседневную жизнь, то есть показать, как жили простые люди, как жили, что происходило в различных отраслях жизни деятельности камчатцы, в медицине, в образовании, в культуре, в местной промышленности. Мы включили в сборник материалы, опубликованные письма камчатцев с фронтов Великой Отечественной войны. Ну и, несмотря на то, что на обложке есть логотип «75 лет победы», и этот логотип разрабатывался к 9 мая, мы не ограничили, не закончили подбор материалов на победе в Великой Отечественной войне. Но там Камчатку ждала еще война с Японией. Поэтому в сборнике есть и материалы о том, как камчатцы воевались с Японией. Как? Потом же, после окончания войны, помогали фронтовикам. В общем, последний материал в этой книге датируется, сейчас я взгляну, 15 декабря 1945 года. В общем, мы строили, строили и, наконец, построили. Мы постарались сделать вот такую книгу. Да, действительно, непосредственно финальный этап работы над книгой длился около года, но предварительное накопление, структурирование этого материала, это, наверное, около 10 лет длилось. Ну и, конечно, вот, несмотря на то, что вот тут уже сказано было Владимиром Александровичем Агеевым о роли законодательного собрания Камчатского края в издании этого сборника, я еще раз не могу не сказать спасибо нашим депутатам, председателю законодательного собрания Валерию Федоровичу Раенко и заместителем председателя Роману Гранатову Андрееву Капулову и самому Владимиру Александровичу Агееву и Анатолию Керносенко. Я не могу не вспомнить покойного Бориса Николаевича Чуева, который тоже очень помог в издании этой книги. Кстати, благодаря Борису Николаевичу часть тиража ушла в корякский пол. И тоже надо сказать, что благодаря нашим депутатам эти книги оказались во всех школьных библиотеках Петропавловска и во всех городских библиотеках. Развучала фраза «почитать книгу не один раз», я это сделала и не знала я, с чего начать. Но, наверное, стоит пойти по традиционному пути и начать сначала. Статья, которая открывает сборник, это историческое воззвание 4-й сессии Камчатского областного совета депутатов трудящихся, которое просто хочется зачитать название. Ко всем рабочим работницам, колхозникам, инженерно-техническим работникам, ко всем трудящимся Камчатской области. Оно призывало Камчатку к тому, что каждый на своем посту должен способствовать укреплению мощи нашей страны, нашей Красной Армии. И, по сути, это краткое соглашение всего нашего сборника, это его основная тема. И представлены в сборнике многое подобного типа документов. Резолюции митингов, обязательства, рапорты о досрочном выполнении планов. И важнейшее место занимают рассказы и почерки о фронтовиках. Мы подробно знакомимся с Камчатцами, героями Советского Союза. Гавриил Калинин, Тит Новиков, участник Курильского десанта Василий Симов. Узнаем и о других отважных героях. Тегерчанин Иннокентий Миронов, его земляк Василий Попов, студент Института народов Севера. Алексей Толман, гавалер Ордена Красной Звезды. Краснофлотец Сергей Тимонькин, вот тут с подписью «Наш земляк». Единственный Алиут, участник Великой Отечественной войны. Самый известный. Самый известный, да, по информации, значит, старинный. Но хочется просто зачитать вот цитату, что же писали газеты обо всех этих героях. У Камчаталов фронтовиков каждый шаг подвиг. А бой – массовое проявление мужества и героизма. Боевые ордена и медали украшают грудь героев-фронтовиков. Они снискали себе славу своим честным солдатским трудом, а порою и благородной кровью своей, пролитой на грозном поле боя. Подводит итог статья «Наши земляки на фронте». Мы можем прочитать фронтовые письма. Это целое название газетной рубрики. «Письма с фронта». С фронта писали, получали ответы. Я взяла просто несколько первых имен, которые вот шли у меня по порядку. Иван Галатеев, Петр Носовик, Яков Ичин, Василий Попов, Иннокентий Солодяков. Все национальности Камчатки вот здесь проскальзывали. Геннадий Левченко, Михаил Ермаков, Иван Долма. И ответы они получали не только от своей семьи. Они получали их от своих земляков Камчатцев. А вот история, которая задела лично меня, отважному артиллеристу-наводчику Ивену Миша Дуканову, кавалеру двух правительственных наград, никто не писал писем. И пришлось его командиру в ситуацию решаться и направить письмо в Мишу на газету за колхозную жизнь. «Ваш земляк настоящий герой», – пишет товарищ Пиралишин. «За свои боевые дела Михаил Дуканов заслуживает того, чтобы ему писали письма не только родные друзья, но и все его земляки». Ну, земляки пообещали исправить. Можно мне включиться, Анатолия Валентиновна? Вот тоже интересно получилось, что упомянутый вами только что Привалишин – это дед моего товарища, который сейчас живет в Ключах. А вообще, Привалишин был во время войны, тот же помянутый Привалишин, председателем колхоза «Рыбак-Охотник» из Усть-Камчатского района. Сейчас такого колхоза уже нету. То есть вот так переплетается история. И вот тоже я не помню, говорил ли вы или нет, потому что, поэтому, если говорил, то я просто повторю, что уже на самом деле десятки людей и написали мне, и те, кто нашли телефон, позвонили, обнаружили упоминание своих родных в этой книге. Причем самый далекий звонок был из Пенджинского района, из Камчатского района. Да, такие будут еще у нас переплетения. Тоже буквально год-пару часов назад разговаривали мы на эту тему. Расскажу, пока держу интригу. Что еще делали камчатцы? Они вдвое, даже втрое перевыполняли производственные планы, отчисляли часть своего заработка в фонд обороны, подписывались на военные займы. В фонд обороны вносили деньги и ценные вещи, что, опять-таки, удивительно, или закономерно, оленей, свиней и даже поросят. Обо всем этом написано. Для Красной Армии собирали и шили теплые вещи, отправляли подарки фронтовикам. Тема эта раскрыта здесь замечательно, очень много таких прекрасных статей. Развернулся сбор средств на строительство танковых колонн, самолетов, военных кораблей. Камчатцы перечисляли средства на строительство танковых колонн, Камчатский рыбак, Советская Камчатка, имени ВНКСН, боец Всевомыча, Месть Матери, Авиаскадрилья, Камчатка Фронтус, Визис, Звено санитарных самолетов и другое вооружение. Перечислило, опять-таки, только то, чтобы, ну, слегка не утомлять всех. Но хочется сказать, что еще был танк-пионер и самолет, и дремен. Удавна работали рыбаки, работники рыбоконсервных заводов. Да, Александр Викторович сказал, действительно, выпускались у них свои газеты, там можно было найти, ну, может, еще и найдется со временем. Ну, например, книжка, 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 да, много чего интересного. Газеты пишут, солдаты тыла, рыбаки Камчатки, успешно работают для фронта. Ну, опять-таки, маленькая деталь, начинает свой продовой рыбанский путь будущий герой соцтруда Иван Малякин. Ему посвящено несколько статей тоже в этой книге, несколько очерков. А еще газеты призывают больше кушмины для родины и для фронта. И вот камчатские охотники от ученика 4-го класса Выстринской школы Ионы Солодякова до знаменного 85-летнего охотника Паутова из Большерецкого села Копача выполняют и перевыполняют планы кушных заготовок. И вот мы читаем короткую заметку. Я все-таки хочу взять книгу и прочитать ее именно из книги. Убита 42 медведя. Колхозники-охотники села Кавалерское Большерецкого района, товарищи коллегов, вот товарищи коллегов перед вами, от дырки какой-то охотничьего промысла, Антонов, Селиванов, каждый год снабжают рабочих рыбокомбинатов свежим и нежим мясом. В этом году, как только открылся охотничий сезон, охотники ушли в тайну. За короткий срок товарищи коллегов Антонов и Селиванов убили 42 медведей. Все мясо сдано в рыбкообой для реализации среди рабочих комбинатов. Камчатская правда 18 октября 1942 года. И как же село Кавалерское, упомянутое в заметке, в военные годы? Что за люди были эти охотники коллегов Антонов и Селиванов? А сейчас нам об этом расскажет сын Георгия Михайловича Коллегова, ставит Камчатан Вадим Георгиевич Коллегов. Я знал этих людей, потому что среди них был и мой отец. Это были знаменитые охотники. Жили мы в Кавалерске, было такое село. Село Кавалерское. Там был колхоз Вигни 1 мая. А вот они охотились. Их на войну не брали, в армию не брали, потому что они зарабатывали золото, пушнины, которых ценилось во всем мире. И поэтому у них брони были. Я знал Исаида Медоныча Антонова. Жил он в селе Кавалерское. Знал мою дядьку, конечно, Николая Ивановича. Иван Николаевича. Лично это отец мой. Охотили, конечно, хорошо. Медведей много было. Зверей много было. Но нас спасало, помимо того, что зверей, было очень много рыбы. Когда начался ход горбуши, все старики говорили, пошла наша матушка-кормилица. И действительно так было. Потому что эта рыба кормила и зверей, и птиц, и людей. Я хорошо помню, во время войны у нас семья большая была. Но так как многие колхозники, мужья были на фронте, сыновья были на фронте, жили бедно. И для того, чтобы как-то их помочь им, они после отца приезжали, отец приезжал с охоты, и они приходили к нам. И просили, Михалыч, ну что, выручай. Все понимают, что надо выручать. Вот по кусочку рыбы вызывали, или кусочек мяса, все делились. Вот так было заведено. Ну а то, куда они мясо сдавали, медведей много было. Они медведей сдавали в комбинат Микояна тогда был. Сейчас он Октябрьский, а сейчас тогда был Микояна. Вот. Возили туда на ботах мясо. И поверх кормили и работников этих комбинатов. Ну и в обмен привозили соль. Куски, вот такие здоровые куски, белые соли. Вот. Белые соли, это был завезон, потому что соли было плохо, а рыбу надо было заготавливать. Вот такая вот жизнь была у нас. Ну а зимой нас, конечно, обеспечило это, обеспечило, хорошо помогало это собачьи пряжки. Мы заготавливали большое количество рыбы, кислые рыбы и юколы для собак. Ездили на них, отец на охоту ездил, а мы за дровами ездили. Это я хорошо помню. Я хорошо помню, что колхоз 1 мая был когда. Я пацаном был. Но я работал там на заготовке силоса. Мы пацанами, нам интересно было на лошади проехаться. И вот мы целый день там работали, ксинусы, а вот там стоили. Интересно было. Конечно, мы там трудодержицы, наверное, маленькие были. Но нам-то интересно было, все равно пацанам было так. Мне интересно, сейчас вспоминаю, вот, думаю, какие все же были люди раньше, какие были честные и порядочные люди. Пытались, понимали, что жизнь тяжелая, что надо всем помогать, надо дружно жить. У нас в Ковалевском, в Ковалевском, в Ковалевском, в Рот 30, наверное, было всего. Но все знали друг друга, все понимали. И когда освободили, когда кончилась война, пришел к нам представитель райковной партии. И вот он объявил, что закончилась война. И все, село собралось, и все на заем подписывали заем. В том числе и я подписался. Там деньги-то были, ничего не виделись, но все равно подписались на заем. Вот такая была у нас история. Еще интересно все было, в чем еще, что люди понимали. Люди понимали, что надо так, а не иначе. Сейчас я, я все вспоминаю, думаю, сейчас газеты, сейчас вот газеты пускают. Сейчас такая, такая, техника такая, все газеты, все. А раньше как-то все было передавали по телефону, вот. Или говорили, потому что, ну, не было такой техники. Но все равно как-то люди обходились. То есть, я прочитал в этой газете, в этой книге, прочитал, что все, пушкины, все для фронта, все для победы. Представляете как? Понимали, что это надо, все надо. Я сейчас с удовольствием вспоминаю, думаю, со своей бабушкой нам уже, вот в феврале будет 60 лет, как мы с ней поженились. У нее, отец, мать пострадала во время Талинской репрессии. Вот, ну, она была председателем города, города, города Бакана, горосполкома, председателем города Бакана, вот. Ее арестовали, не заговорили, вот. А отец работал землестроителем, вот. А даме поехал в командировку, идут колонны заключенных. И вдруг из этой колонны выходят женщины, кричат, в Азии, береги детей. Это была последняя встреча в ней. А после этого дочку направил в Пирш, а во время войны, там постала война. Во время войны, да, оказалась оккупация. А мы-то на Камчатке, конечно, жили по-другому. Но тоже ощущающий голос в войне. Интересно все, конечно, говорит. Я сейчас с удовольствием газеты все читаю, газеты читаю, вот. Но я все вспоминаю. Газеты раньше было «Камчатская правда». Это орган комопартии было. У меня же местная там газета, вот она тут в Башилетском районе, газета «Ударник». Тоже райкомпартия. То есть все местное, местное руководство партии, и все понимают, что надо газеты или газеты, и надо понимать, и доносить голос народу. Вот такая вот была все страны. Но у меня, хорошо помню, газета «Ударник», работала моя тетка, наборщикам, наборщикам этого «Шифра». Я хорошо помню, у меня всегда руки были грязные, черные. А мы все понимаем, как же так? А газонаборщикам, ну, естественно. Детей-то надо было уже кормить. Вот так вот, на такие настроения я могу рассказать. Другая сотрудница нашего отдела, Наталья Дмитриевна Тропина, вот она сидит рядом, нашла в книге свидетелья о своей маме и других родственниках, Кормилову и Чемпану из села Партонки. Тоже у нее в руках книга, изгонала у нее в руках, книга у нее в руках закладками. Их много, вот. Вот то, что касается пересечения судеб. Вносят свой вклад в общее дело победы и коренные малочисленные народы Камчатки. Воюют на фронтах, добывают рыбу, охотятся, выпасают оленей, шьют теплую одежду для армии, сдают средства фонда порогов. Вот уже было упомянуто тоже, что Иоанн Агентин Игнатьевич Елканов со своей семьей перечислил только на постройку танковой колонны «Камчатский рыбак» 30 тысяч рублей. И получил благодарность Сталину, опубликованную в газете. А до этого включаются упоминания, сколько еще перечислила его семья денег в фонд оборудования. Что неожиданно для меня лично. Выращивают табак. По всей Камчатке выращивают табак. Вот Александр Игоревич, как вот это вот? Вас удивило? Абсолютно нет. Меня не удивило даже то, что на Камчатке выращивали коноплю. Выращивали. Веревки делали. Было такое, ну вот и такое. Еще дальше. Про коренных народов я чуть-чуть недоговорила. Русские женщины, тоже встречаются в статьях, они учатся выделывать шкуры, шить национальную одежду. А корячки-поланы почему? Учились солить капусту. Отдельная статья удивительно трогательная. Как они помогали друг другу, как одни научили капусты много, а солить ее не умели. Вот одни помогли другим, и все остались очень довольны. Вот. Сорв четвертый год. И еще одно необычное дело, тоже представленное в газетной строке, необходимость охоты на волков. Вот посчитали, что местное поверье, выдавало местное поверье о том, что волка убивать нельзя, в годы войны оно вредно, опасно, надо с ним бороться. Вот газеты активно включились в борьбу с этим обучением. Находят вообще отражение в книге летопись военная каждого из районов Камчатки. Ну вот, буквально вкратце, жизнь Орелинского района. Котики, песцы, разведение о народах, а там, что просто у меня на слайд уже не поместилось. Прочтите первый абзац в нижнем материале. Ну я скажу. Смотрите, мы этот чулочком распаковка спрашиваем. В 5 часов 20 минут Иван Ермолаевич сделал первый удар по котику. После удара дрыгал, и котик пытался подниматься. Но проворный с комсомольской хваткой Бадарев Игнат, набросившийся с ножом, немедленно докончил зверя. За Ермолаевым последовали удары по зверям других заботчиков, товарищей Яковлева Корсаковского Грия и Яковлева А.С. Бой зверей происходил с исключительной осторожностью, чтобы не допустить ни одной самки под удар дрыгалки. Через 5 минут забойная площадка была завалена убитыми котиками. Она напоминает поле битвы за нашу роль, говорит секретарь карта организации товарищ Мадарев. Не дожидаясь конца забоя, съемщики приступили к делу. Вот такая история. Реальный факт. А еще, это еще не все. В 1945 году в Вальвудском районе, при Вальвудской районной больнице, открылась электрическая лечебница. Звучит страшно, это физиология нет такой. Вот открылся в Вальвудском районе. И вообще следует сказать, что работники сельского хозяйства лесной промышленности, судоремонники, угольщики коров, рыбоводы, связисты, учителя и школьники, домохозяйки и пенсионеры, никто не остается в стороне от труда приближающего победы. С вкладом каждого в победу мы можем ознакомиться в этой книге. А женщины Камчатки с первых дней войны стремятся заменить мужчин, ушедших на фронт. Начинают работу кружки трактористов и женщин-шамеров. Женщины становятся мотористами, пожарными, машинистами электромолота, матросами, пастухами в оленеводческих бригадах. Представляете? Удивило тоже меня. Всех камчатских женщин газеты призывают брать пример с доярки колхоза «Красное знамя» Мельковского района Елены Дементьевны Илла, которая без окрыва от своей основной работы доярки и телятницы охотится на зверя. Это не Елена Дементьевна Илла, это Еленка Агафья Банаканова из Брестинского района, тоже женщина-охотница. Но что же делала Елена Илла? Мне очень понравилось стихотворение, которое было посвящено ей на тундру, на Насте, тишина и кусты. Я связалась с Викторией Зиновьевной Михайловой, председателем Мельковского клуба «Камчедал», и она мне нашла информацию об этой удивительной женщине. Она литовка, она потомок семьи участников польского восстания 1863-1864 годов, созданных в Иркутск. Родители ее перебрались на Камчатку, в село Пущино, и во время эпидемии черной оспы умирают родители маленькой девочки Маши Пановой, и бездетная Елена эту девочку удочеряет. А охотилась она, кстати, не одна, об этом и не пишется, а охотилась она вместе с односельчаткой Марией Спиридоновной-Заочной. А внучка нашей героини, Елена Алексеевна Бернякова, живет в селе Мельково, и она очень просила подписать ей в подарок книгу. Авторы-составители уже это сделали. Вот такая вот, опять-таки, ожившая история.